Брюссель на день отказался от автомобилей. Такая тишина на дорогах бывает раз в год. Люди присаживаются на двухколесный транспорт. Как выглядит рай для велосипедистов, видела Елена Абрамович. Эта дорога обычно одна из самых загруженных в Брюсселе. Сегодня тут можно пройтись пешком. Ездят только такси, общественный транспорт, пожарные, полиция, ну и, конечно же, велосипедисты. За порядком следит полиция. Если кто-то выезжает на дороге, их сразу же останавливают. Как вот этого туриста. Его попросили вернуться в отель и там оставить машину. Первый поворот налево и медленно, максимум 30 км в час. Хорошо, спасибо большое. Ну и вы можете насладиться сегодняшним днем пешком. Штрафуют лишь в исключительных ситуациях. Ведь день без машин – это в первую очередь праздник. Думаю, он на самом деле не знал. Нам нужно быть дружелюбными, и мы просто рассказываем, как добраться назад. Ведь когда человек приезжает из другого города, он может не знать об этом. В исключительных ситуациях водителям выдают разрешение. Но передвигаться по городу можно со скоростью не выше 30 км в час. Вот с этим можно ехать. Мы даем разрешение, если что-то особенное. Например, если нужно поехать в больницу с ребенком. Общественный транспорт в этот день бесплатный. Впрочем, магазины в воскресенье обычно закрыты, так что люди в основном просто гуляют. Мы приехали из маленькой деревни на поезде. Вот только что вышли. Здесь обычно тысячи машин, а сегодня нет, и это здорово. Для нас это шанс покататься на велосипедах всей семьей. Мы уже десятый год подряд это делаем, когда позволяет погода. Сегодня повезло. На самокатах, роликах и бордах широкие трассы Брюсселя в день без машин превращаются в главное место развлечений. На велосипеде сегодня и министр транспорта Брюсселя Паскаль Смет. Впрочем, говорит, на двухколесном транспорте его можно увидеть часто. Я также пользуюсь общественным транспортом, иногда машиной. Но в целом я стараюсь ездить на велосипеде. Это легко, намного быстрее, экологичнее, и это нравится людям. Они меня узнают, могут поговорить со мной, и для политика это всегда полезно. Чтобы больше горожан пересели на экологически чистый транспорт, в городе постоянно расширяют велосипедные дорожки, а также организовали много точек велопроката. Брюссель после мировой войны развивался как город, благоприятный для автомобилей. В результате ухудшилось качество воздуха. Много общественных мест были заняты машинами, и мы меняем это, превращаем его в город для людей. Устраивают день без автомобилей не только в Брюсселе. Это ежегодная традиция во многих европейских городах. Первым толчком стал нефтяной кризис в 1973 году. А с осени 1994-го день без машин стал ежегодной традицией. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.